Музыка Меня зовут Тапива. Я из Замбия, южной центра Африки. Меня зовут Шукри. Я Шукри, столица Сомали, Магадиша. Сомалия, Магадишу. А этот молодой человек, Мустафа, он из Джибути, это чуть южнее Сомали. Все эти ребята из Африки. В этом году, как никогда, африканская молодежь ринулась в Россию за образованием. Некоторые добрались и до Хабаровска. Да, больше у нас география расширилась. Вот сейчас есть у нас студенты с Сомали, с Нигерии, Конго, с Йемена, были студенты с Египта, так далее. С Сомали, ну вот и с маленьких стран тоже едут, в том числе и когда их соотечественники уже отучились у нас и не дают обратную связь к себе, их знакомые едут или родственники. У нас две сестры отучились. В некоторых университетах Хабаровска для иностранцев есть подготовительная программа. Широко ее практикуют в ТОГУ и ДВГУПС. Предвузовский курс может действовать в учебный год. А, я люблю маму. Да, давай еще раз, еще раз. Я люблю маму. Я люблю маму. А может работать и летняя школа. На таких занятиях молодежь знакомится с историей России, изучает культурологию и русский язык. Здравствуйте, как вы работаете? Здравствуйте, меня зовут Альгадзи. Очень приятно. Китайские студенты для Дальнего Востока не редкость. А вот география африканских студентов поражает. Встречается молодежь из таких стран, как Малави, Того или, другими словами, Тогалесская республика. Я планирую дальше поступать на медицинский. Хочу отучиться на гинеколога. У нас в Сомали не хватает специалистов. Мой брат, например, работает педиатром. Он и посоветовал учиться в России. Российское медицинское образование очень ценится за рубежом. Я здесь один год, но я медицинский учитель. Я вернусь в Амур Академию. А, он хочет поступить потом в медицинский университет Хабаровский, да? В Благовещенск. О, здорово. Я планирую учиться в кардиологии. Я учитель. Кардиология, хирургия. Часть студентов подготовительной программы Тогу, а их около 30 человек из разных уголков планеты, останется в этом университете. Остальные планируют поступать в другие вузы, как Хабаровска, так и других городов России. Как ты вдруг решила выбрать, что ты поедешь в Россию учиться? Ну, просто папа нравится Россия, поэтому он сказал, мне нужно учиться здесь. Папа был в России? Его брат. Ага. И живет он здесь до сих пор? Да. Папа Топивы – бухгалтер. Мама – учитель общества знания и английского языка. Топива, кстати, тоже подрабатывает в Хабаровской лингвистической школе преподавателем английского. Делает это не из-за денег. Родители помогают дочери. Ей просто интересно общаться с русскими детьми. А ты хочешь здесь остаться потом? Нет. Погода очень плохая для меня. Сейчас я учусь мировая экономика, потом будет экономист. А, ты в Африку вернешься и будешь работать экономистом? У папы на предприятии? А, например, Мустафа Измаэль из Джибути хочет остаться в России. Он, наоборот, жару не любит, а дальневосточных мороза наслышан и гардероб подготовил. Планы – пойти на экономический факультет и потихоньку обживаться. Я не знаю, где футбол, а в Африке. А здесь делал это? Нет. Нет, здесь есть и футбол, и где жим. Ну, и зал, и тяжелая атлетика, все есть. Ты не знаешь где? Это не знаю. Ребята? Вот у нас парень, он всего полтора месяца в России. Он говорит, здесь я не играю в футбол и в зал не хожу, потому что здесь этого нет. Все есть. Ближайшее где место? Завтра дором находится, зал есть. Там можно заниматься. Футбольчик можно тоже погонять? Футбол в Тогу можно. Для того, чтобы вновь прибывшие иностранные студенты быстрее вливались в социум и в академическую среду, в вузах проводят специального формата лекции. Лекция так и называется. Россия, Хабаровск, Тогу. Вот представитель Ирака, Сирии, верно? А вот ребятки сзади нас, это наши. И вы учитесь как раз таки… Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений. Какие языки знаешь? Английский пока. Изучаю китайский. Бразилия, кудряшки. Мустафа, давай. Ты? Анна. Бразилия и Джибути. Как вам здесь, ребят? Нравится? Это Айна Ревси, Айна Ревси, Айна Ревси очень. И я люблю здесь. Здесь красиво. Это очень интересные города. Вы же живете где? В общежитии. Соседи ваши вообще из других стран, да? Буста, Раши, Айна Ревси, Китайский, Сомали, Африка, 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 Африка. На лекции ребят друг с другом знакомят, грубо говоря, местных с гостями. Они меняются номерами телефонов. Так за иностранцем закрепляется волонтер, который расскажет, где фитнес-зал, бассейн, библиотека. Адрес ТОГУ. Это, видимо, для безопасности, чтобы вы не заблудились. А, адрес ТОГУ. Техокерская 136. Есть, конечно, иностранцы, которые в Хабаровске уже как дома. Они тоже очень часто приходят на помощь новеньким. Вот это студент откуда? Это аспирант из Индонезии. Это уже взрослый человек? Это взрослый человек, да, он семейный человек. Он приехал учиться в аспирантуре в нашем университете. Уже один год отучился на подготовительном отделении, выучил русский язык. И сейчас учится по своему направлению. А какую у него направлению? Моя жена, она хочет учиться в ТОГУ, сейчас в Индонезии. Уучится по квоте Министерства правительства Российской Федерации, по стипендии. Его супруга тоже по государственной квоте приедет учиться в Хабаровск. В процессе ознакомительной лекции преподаватели проводят еще мини-викторину с простыми, казалось бы, вопросами. Обучение иностранцев в том числе выгодно и для экономики Хабаровского края. Во-первых, налоги. Один студент из-за рубежа приносит региональную казну минимум полмиллиона рублей в год. Плюс к этому непосредственно оплата за обучение и сопутствующие расходы на жизнь. По утрам я хожу в университет, затем на работу, после работы делаю домашние задания. Обычно я всем этим очень занята, но на выходных я могу сходить в кино, например, в Броскомол. После обучения, погружения в нашу среду, иностранные студенты возвращаются к себе на родину и рассказывают о нашей культуре, разрушая мифы о водке, медведях и балалайке. В каком-то смысле становясь амбассадорами России за границей.